Доброе утро, дорогие радиослушатели! Доброе утро! И снова с вами я, Роман Дусенко в программе «Бизнес-завтрак» на радио «Медиа Метекс». Мы продолжаем исследование вопросов эффективности управления людьми. Именно в наше время, в наше, на мой взгляд, неспокойное, кризисное время, именно эффективность. Насколько мы будем эффективны, настолько мы сможем дать этот импульс нашей Родине для того, чтобы мы стали все лучше. Вокруг нас каждый, каждый генеральный директор, каждый собственник, если вы заинтересованы в повышении эффективности своей компании, развивайтесь. Смотрите, как происходит развитие других компаний. Анализируйте, что происходит. Сталкиваясь с вопросами эффективности, а что же влияет на эффективность, я подхожу к тому, что разные люди из разных отраслей говорят о создании некой экосреды. Как раз экосреды, которые формируют предпринимательство у женщин, предпринимательство как способ изменения нашей экономики, корпоративные культуры в компаниях. Все это формируется определенная атмосфера, как прекрасно было бы, если бы мы смогли сформировать ту самую замечательную российскую экономическую среду, в которой всем бы нам было жить эффективно. Так вот, прямым аналогом или, мне кажется, прямым соответствующим понятием вот этой экосреды является корпоративная культура. Я с огромным удовольствием сегодня приглашаю нашу гостью, вице-президента по управлению персоналом компании Adidas в России и страны СНГ, Ольгу Дайновскую, потому что мы сегодня будем говорить о той экосреде, о той корпоративной культуре, через которую мы меняем вообще в целом представление людей о компании. Оля, почему именно вы выбрали эту тему? Почему трансформация через корпоративную культуру? Вы знаете, на самом деле, не то, что мы сидели топ-менеджментом и выбирали, а через что мы будем достигать нашей реализации, наших стратегий, жизнь привела нас к этому. И в 2015 году в компании Adidas запустилась новая стратегия, которая называлась «Создавай новое», с ключевым фокусом на «Меняй жизнь людей к лучшему через спорт». И мы, как нормальный топ-менеджмент, сначала пошли по традиционному пути, естественно, все определить в KPIs, создать ключевые показатели эффективности, и, естественно, в кратчайшие сроки, потому что стратегия пятилетняя, и некогда зря просто терять время, поэтому надо было очень быстро приниматься за дело. И мы пошли по пути, по которому, вообще-то, ходят, мне кажется, традиционно большинство компаний. План факт. План факт, какие целевые показатели. И мы начали это наше изменение жизни через спорт, понимая, что наши 12 тысяч сотрудников должны стать поборниками нашей стратегии, мы стали формулировать целевые показатели, каким образом в кратчайшие сроки 12 тысяч сотрудников поменять свою жизнь через спорт. И мы пошли по пути абсолютно здорового питания в столовой, мы пошли по пути количества тренировок в неделю, менеджер должен стать ролевой моделью изменения жизни через спорт к первому июля, не знаю, какого-то года. В общем, мы очень быстро поняли, что это неправильная история. Когда первые грабли пришли? Вы знаете, очень быстро, потому что благодаря, на самом деле, вот этой демократической открытой среде, которая есть в нашей организации, наши сотрудники очень быстро нам дали обратную связь, при том, что они не кричали там сильно, они просто начали Макдональдс в офис заказывать, пицца поехала в офис, и мы поняли, что, ну не, мы, конечно, можем зажестить и сказать, нет Макдональдсу в офисе, но это вообще не та история. И мы очень быстро остановились, и как топ-менеджер стали думать, а что же делать? И мы поняли, что делать надо вообще-то самих себя, то есть как сделать так, чтобы мы стали, вот 12 человек компании, управляющие этой компанией, должны поменять свою жизнь через спорт. И вот мы стали делать наши шаги, и вот те шаги, которые мы начали делать, они нам давали определенные подсказки к тому, что если это на нас влияет, то, наверное, это будет влиять на других людей. И вот мы начали с того, что мы поняли, что во все вот это вот, наш график, который переполнен там разными задачами, работой, там по 10-12 часов, пихнуть спорт невозможно. То есть мы поняли, что нам нужно найти место для спорта. Для этого мы привлекли кучу разных провайдеров, то есть и российские, и зарубежные, приходили и пытались нам помочь, сформировать некий тренинг, некую программу, которая позволит нам начать заниматься спортом. И в определенный момент мы поняли, что традиционные методы тоже не работают. Это очень глубоко. То есть это действительно перестройка твоей собственной жизни, перестройка каких-то своих отношений. Возможно, даже когда мы стали идти глубже, мы поняли, что это где-то даже вопросы, конфликты, которые возникают в нашей жизни, которые забирают кучу энергии, и нам не до спорта. И таким образом появилась некая программа трансформационная, которую прошли топ-менеджеры. И, честно говоря, мы проходили вот эти вот варианты программ, наверное, 10 раз примерно, для того, чтобы прийти к чему-то тому, что повлияло на нас. И мы поняли, что мы можем предложить людям только то, что повлияет на нас. Поэтому мы сформировали некую программу, которая на нас повлияла, и мы ее стали каскадировать вниз. На сегодняшний день около более тысячи уже менеджеров компании прошла трансформационную программу «Меняй жизнь через спорт». Таким образом родилась Adidas Academy. Мы поняли, что это не разовая вещь, это то, что должно происходить всегда. И мы в новом офисе, топ-менеджмент выделил там 3000 квадратных метров, целый третий этаж под Adidas Academy, где люди приходят и меняют свою жизнь через спорт в рамках программы. Мы их учим найти место для спорта, мы их учим, как заниматься спортом, найти свою интерпретацию спорта. Потому что, когда говоришь «спорт», вот даже сейчас с людьми разговариваешь, говоришь, меняем жизнь через спорт. Ой, спорт – это не про меня. Я еще на уроках физкультуры в школе понял, что спорт не для меня. Да, но есть какой-то спорт, который есть для тебя, и мы помогаем найти вот эту интерпретацию спорта. Спорт – это здоровье, спорт – это достижение, спорт – это общение, спорт – это благотворительность. То есть спорт имеет огромное широкое понятие. И мы помогаем людям открыть свой спорт для себя. И они открывают этот спорт для себя. Кто-то там занимается благотворительными забегами сегодня, например, да, кто-то делает, бегает марафоны, кто-то улучшил свое здоровье. Очень, кстати, интересно, что после этой программы порядка 70% людей, которые проходят эту программу у нас внутри компании, улучшают свое здоровье. 10% пошли к врачу, который долго откладывали. То есть они проходят программу «Меняя жизнь через спорт» и понимают, что того доктора, которого они откладывают в течение долгого времени, нужно посетить все-таки. То есть какие-то такие интересные вещи появляются. Вот, поэтому, и мы поняли, что для того, чтобы это стало регулярной вещью, да, чтобы культура стала не просто красивым понятием, потому что, я вас уверяю, 100% компаний говорят об одном и том же примерно и строят какую-то волшебную культуру, но на самом деле они ее не строят, они о ней говорят, да, и призывают. Поэтому нам нужно было создать инфраструктуру, и это инфраструктура, которая должна была помочь нашему сотруднику почувствовать внутреннюю мотивацию. Они должны были внутри захотеть менять жизнь через спорт и делать этот мир лучше. Супер. И вот то, что мы сейчас делаем. Супер. В целом, мы сейчас получили некую общую концепцию того, как оно уже сейчас сложилось. Чему предшествовало, я так понимаю, там более, сколько, 7 лет вы в компании уже, да, фактически? Я 6 уже. 6. То есть это примерно там, вот эти годы, мы, конечно, можем сейчас агрегировать, сказать, вот та-та-та-та-та-та, и сейчас кажется, это очень стройной компанией. Но я бы хотел чуть-чуть вглубже вкопнуть. У вас психологический бэкграунд, и на мой взгляд, оно позволяет вам, Ольга, прямо по-настоящему рассматривать личность человека с точки зрения не просто прочитанных книжек или журнальной статьи, там, хэ-хэй, давай вперед, вот этой личностной мотивации, а с точки зрения глубинной трансформации личности. Когда мы утром пили кофе, я для себя отметил, что вы сказали очень важную вещь, что когда лидер или человек, который отвечает за внедрение вообще любых изменений в компании, должен начать с себя. Скажите, пожалуйста, так как нашу программу смотрят собственники, генеральные директора, люди, которые действительно от их желания внутреннего зависят их бизнесы, что им нужно сделать по отношению к самому себе, какие честные вопросы ответить, с чего начать вот этот первый шаг к принятию решения, что я хочу изменяться, на понимание то, что в первую очередь и большинство времени он должен будет работать сам с собой. Ну, первое, и мне кажется, самое ключевое, то человек должен понять, что он по-настоящему этого хочет. То есть он хочет, он собственник, он генеральный директор, он руководитель подразделения, кто бы он ни был, он HR-директор, он по-настоящему хочет что-то сделать в этой организации. И то, что он хочет сделать в этой организации, это очень близко ему, потому что формально такие вопросы решать, ну, просто невозможно. Из-за этого у нас очень часто возникает, меняются подходы к культуре, очень там раз в два года мы меняем подходы. Это как вы сказали, у всех есть культура, но ее в де-факто ни у кого нет. Ну, и она очень, она очень, да, то есть ее де-факто в принципе не формируют, потому что для того, чтобы реально ее сформировать, нужно какое-то время посвятить этому. И это не происходит быстро, да, потому что если действительно люди хотят меняться, ну, на самом деле мы все живые люди, и все хотят поменять свою жизнь к лучшему, начинают в понедельник и заканчивают во вторник. Начинают 1 января и заканчивают 9, 5, да, ну, то есть это всегда существует. Поэтому нужно делать только то, что действительно близко тебе. Тебе это близко, тогда ты, ну, это формируешь. Тебе это надо, потому что это модно, ну, сделайте так, да, ну, не ожидайте ничего от организации, да, просто отдавайте себе отчет, что вы делаете, да, и мне очень нравится вот это высказывание, которому я очень сильно придерживаюсь, это то, что мы очень любим формулировать высокие ожидания, да, и большие ожидания от наших сотрудников, ну, от всех, на самом деле, от сотрудников, от близких, от друзей, но мы очень мало оказываем поддержку в реализации этих ожиданий, поэтому, мне кажется, очень важно понять любому руководителю, что большие ожидания должны сопровождаться большой поддержкой. требуют большой поддержки, требуют большой поддержки, и по-настоящему этой поддержки, и вот историю, которую мы тоже с вами разговаривали утром, мне кажется, очень важно, вот у нас проходит, например, созвоны, да, с розницей, мы с вице-президентом по рознице, раз в два месяца включаемся в конференц-связь, конференц, даже такую, в телеконференцию, да, со своими, всеми сотрудниками компании, да, подключаются сотни сотрудников компании, да, и полевых сотрудников розницы, и руководителей розницы, и вот, ну, сколько я могу раз сказать просто общие фразы, ну, два, может быть, три максимум, да, потому что очень быстро, понятно, ну, как-то Ольга стала повторяться, да, для того, чтобы мне быть актуальной, я должна понимать, чем они живут, и они очень, очень ценят, вообще сотрудник очень ценят, что руководитель понимает, через что они проходят, и когда я честно им говорю, друзья, я понимаю, мы вот это ожидаем, и я знаю, как это сложно, и я вам скажу честно, что когда я прихожу в магазины и смотрю, как вы работаете, я понимаю, что я не справлюсь, при этом я не заигрываю с ними, говоря, вы знаете, вы делаете такую трудную работу, с которой я, вице-президент по персоналу огромной компании, не справлюсь, да, я им по-частному говорю, какие-то моменты, что это действительно, это очень сложное, не просто заигрываю, я по-настоящему считаю, что я не справлюсь с такой сложной работой, и это действительно, мы все считаем, что полевые сотрудники делают простые вещи, они делают архи-сложные вещи, архи-сложные вещи, потому что придумать систему, придумать, что делать, гораздо проще, чем ее реализовать, мы занимаемся запридумыванием, они реализовывают, да, и вот эта вот перевернутая пирамида, да, они становятся законодателями восприятия клиентами бренда, уровня, там, рекомендаций бренда, объем бизнеса, и эффективность бизнеса полностью зависит от них, поэтому я должна реально понимать, чем они живут, и когда они мне задают вопросы, например, такого характера, как, Ольга, скажите, какие у вас, когда вы последний раз были в магазине, что вы видели, то то, что я буду рассказывать, сотням полевых сотрудников магазина, покажет, когда я последний раз была в магазине, потому что они понимают всю сезонность и все элементы, которые сегодня происходят, то есть они поймут сразу, я сейчас рассказываю историю февраля, или я рассказываю историю апреля, и не просто апреля, а вчера, я вчерашнюю историю рассказываю, да, и это очень важно, это нельзя притвориться, это нельзя сделать не по-настоящему, не, ну, конечно, можно создать подразделение огромное по внедрению корпоративной культуры, как очень часто тоже, да, менеджмент пытается сказать, да, вот новая задача, давайте создадим новое подразделение, и они нам волшебно как-то реализуют эту задачу, да, принесут нам кучу правильных примеров, кучу правильных имен, и, и, и вот Ольга тут вот все расскажет полевым сотрудникам, вообще так не получится это делать, не, так можно сделать, просто это качество будет не то, это не будет, да. Ольга, смотрите, перейдя на верхний уровень, вот, вот эта экосреда, ее построение, чтобы людям, которые, допустим, задуваются об этом, было понятно, какие там 3, 4, 5 основных элементов, из каких она состоит, а потом мы чуть-чуть рассмотрим, как и на что влияет, сейчас уже оглядываясь туда, вот как бы сформировали вы систему эту? Систему... Вот это построение корпоративной культуры. Ну, я бы, во-первых, начала бы с того, что очень важно всем вместе, топ-менеджменту, ответить на вопрос, зачем, да, то есть мы зачем это делаем, мы кто, мы в этой, во всей системе, да, мы, какие задачи перед собой ставим, и сколько мы собираемся, насколько мы собираемся посвятить себя этой задачи, насколько серьезно, насколько серьезно мы относимся к этой задаче. Это первая вещь. Вторая тема, это менеджмент, который должен обязательно, невозможно корпоративную культуру формировать с низов. Это как раз та тема, которая каскадируется, скорее, да, потому что сотрудник всегда будет делать то, не что говорит менеджер, а как он это делает. Это как воспитание детей. Мы можем миллион рекомендаций и давать ребенку в том, как он себя ведет, но он будет делать, как он должен себя вести, но он будет делать ровно то, что делает мама и папа, да. Поэтому вот эта управленческая, ролевая модель, без нее никуда не денешься. Поэтому менеджмент должен начать активно следовать этой модели и действительно, где вот слова добудут дела, а не слова твоим украшением, да. То есть вот действительно это действие, не слова, а действие. Коммуникация необходима, никто не говорит, но ее просто недостаточно, да, действия необходимы. Дальше необходима инфраструктура, да, то есть как люди будут приближаться к этой цели, как они почувствуют на себе влияние того, что мы пропагандируем. Например, вот в «Адидасе» это «меняй жизнь через спорт». Как они почувствуют, что «меняй жизнь через спорт» – это круто. Об этом можно говорить, но это… И можно скрипты написать людям в рознице, что им говорить на эту тему, но им просто не поверят, они будут сбиваться, забывать текст и так далее. Да, они должны на себе испытать влияние вот того, зачем мы это делаем, чтобы это стало их внутренней составляющей. И для этого необходима инвестиция. При том, что очень интересно, да, многие спрашивают, ну вот те инфраструктуру, ту инфраструктуру, которую вы сейчас называете, «Академия», да, там у нас еще были «Игры-создатели», где 7 тысяч сотрудников принимало участие в подготовке, отборочных соревнованиях, в финале. В 2016 году это было массовое, огромное мероприятие, где мы создали условия для всех сотрудников попробовать спорт. Мы создали в результате, там, Лигу тренеров, которая должна была их тренировать и так далее. И это масса, это выглядит крупно, это выглядит круто, конечно, но это выглядит прямо, ну вот прям денежно. И люди слушают, да, там, завидуют тому, что это происходит, но они понимают, что у HR-а нет таких возможностей, да, потому что HR режет, операционные расходы сокращаются. Наоборот, да, да, сейчас тенденцию уменьшают, там, затраты на обучение и так далее. Потому что это не задача HR, это очень важно понять, как некий из элементов. Первого лица, и собственника, деления. Это вообще даже и собственника, и топ-менеджмента, да, то есть это не HR-эксессайз, то, что называется, да. То есть формирование культуры, это не упражнение, которое является, там, должностной инструкцией, или целью HR-департамента. Как бы я хотел эти слова выбить в золоте и прямо это вовесить в институтах и в бизнес-школах. Это то, на что мы как топ-менеджмент зарядились, это то, что мы хотим как топ-менеджмент сделать. Конечно, HR сыграет ключевую роль. Носитель технологий. Конечно, они придумают, конечно, они больше понимают в том, как это сделать, да, там, но с точки зрения ответственности за это мероприятие и за эту огромную задачу несет обязательно менеджмент, да, и это очень важно. И в связи с этим, да, мы не увеличили количество расходов. То есть у меня какой был бюджет в 16-м году, такой и остался. Благодаря тем активностям, которые я сделал, я не увеличилась в бюджет. Появилась какая-то новая система, которая тащит людей в бесплатно. Вот что это? Нет, нет, инвестиции прям реально, а очень интересно, потому что когда мы сидим топ-менеджментом, да, и вместе понимаем, что это надо нам, почему нам это надо, потому что это создаст 12 тысяч носителей бренда, да, то есть это, и когда мы сидим с там, с вице-президентом по маркетингу, предположим, да, и понимаем, что мы, он или она, как вице-президент по маркетингу, сегодня занимается увеличением амбассадоров бренда, да, как, там, эти вот понятия амбассадор, инфлуэнсер, евангелист, да, и они инвестируют кучу денег для того, чтобы где-то привлечь амбассадоров, да, бренда. Они вот они, да. А мы им говорим, а не хочешь 12 тысяч? Вот инвестируй в 12 тысяч, да, и мы, вот этот маркетинг, working budget, да, то есть вот этот вот бюджет маркетинга, откусываем у него часть, вместе решаем с генеральным директором, с топ-менеджментом, принимаем решение, что давайте вот эта, вот эта трансформация, да, и вот эта инфраструктура, нам будет стоить вот столько денег, давайте мы вот эти деньги возьмем из существующего бюджета по маркетингу, и инвестируем в амбассадоры. Мы ничего плохого, мы ничего другого не делаем. Вы в амбассадоров хотели инвестировать? Пожалуйста. И мы в амбассадоров, да, давайте инвестируем в амбассадоров. И очень интересно, да, когда мы сейчас смотрим на эту ситуацию, да, там уже практически два года, да, идет, вот прошло с момента запуска этой стратегии, да, то есть мы смотрим на что происходит, а происходит следующее, да, что сегодня, например, в семнадцатом году у маркетинга есть бюджет на активацию двух городов, Москва и Санкт-Петербург. И вот там 80% бюджета активации, оно посвящено вот этим двум ключевым городам. А что происходит с другими городами? А с другими городами, благодаря той инвестиции, которая была сделана в инфраструктуре, происходит просто взрыв активностей, потому что наши сотрудники, заряжены спортом, подготовлены стать лидерами сообществ, уже сто девяносто четыре города, активировала на спорт, запустили более ста беговых клубов, в которых занимаются порядка двадцати тысяч людей, ежемесячно бегающих, да, и не только в беге, а в спортивных сообществах, абсолютно разных вещей. И они это делают в свободное от работы время. Почему? Потому что меняя жизнь через спорт, стало для них их хобби, их смыслом жизни. Они хотят туда посвящать свое время. Создали ли мы какое-то дополнительное подразделение по активации городов? Нет, не создали. Увеличили ли мы хэдкаунт? Нет, не увеличили. Это те люди, которые работают сегодня у нас в магазинах. И они у нас становятся консультантами по спорту. Мы их назвали в рамках культуры, мы поменяли им название, да, то есть они были продавцами-консультантами, стали консультантами по спорту. И мы помогли им стать консультантами по спорту. Более того, мы их сертифицируем как тренеров. Часть из них становится тренерами. Они достигают безумных результатов. То есть там некоторые результаты, они просто ошеломляют их спортивные результаты, да. И чему это приводит? Да, приводит к тому, что то, что мы инвестировали когда-то в культуру, не просто мы там какую-то активацию огромную, какое-нибудь там, я не знаю, мероприятие организовали, пригласили там непонятно кого заплатили, непонятно какое количество денег, и думаем, все, слава богу, стратегию запустили, теперь все пойдет. Можно посидеть, подождать. Да, и теперь вот HR-департамент, пусть он там уже сделает какую-то работу. То есть это, почему менеджмент очень важен? Потому что это вообще менеджеровское решение, да. Если для топ-менеджмента это важно, покажите, что это важно. Да, потому что, если это не важно, ну, давайте тогда договоримся. Что после третьего шага инфраструктурного должно еще идти? А дальше идет постоянная поддержка, сопровождение, и мы держим руку на пульсе, да, мы понимаем, о какой следующий шаг, а что сегодня, а до чего дорастает наша организация, а какие дальше возможности. Там, например, игры создателей, в которых участвовало 7 тысяч сотрудников, например, в прошлом году, в этом году вышло за пределы компании, и возможности увеличились, потому что люди, которые занимаются с нами спортом, увеличиваются. Поэтому в 17-м году, например, игры создателей включают уже и внешних, и внутренних сотрудников, да, и сегодня мы, например, уже имеем порядка 50 тысяч постов по играм создателей. Ну, слушайте, кто хорошо разбирается в соушал-медиа, понимает, что 50 тысяч постов... Огромный инфлюенс. Это, в общем-то, немаленькие деньги. С одной стороны, да, и этого очень мало. А это все люди сами делают бесплатно. Это люди делают, потому что это их пэшн, и это делают уже люди, которые не являются сотрудниками компании, они вместе с нами занимаются спортом, и сейчас они вообще готовятся к играм создателей, к финалу в Москве, который пройдет в конце сентября 2017 года. Можно ли сказать, что инвестиции изначально в корпоративную культуру, в вовлечение людей привели к тому, что люди через само вовлечение стали вовлекать клиентов компании? Абсолютно. Людей. То есть, получается, ваша корпоративная культура, она теперь не только корпоративная культура Adidas, она вышла за пределы компании и вовлекает в себя все больше и большее количество людей, тем самым формируя лояльность к бренду. Да, абсолютно. Более того, и эта лояльность к бренду вызвана абсолютно внутренним настроем на то, что это стало их жизнью. И насколько это стабильно, потому что меняя жизнь через спорт, меняя жизнь людей к лучшему через спорт, это очень круто звучит. И это действительно очень классная гражданская позиция, это очень большой социальный эффект, который может очень быстро закончиться со сменой стратегии. Для того, чтобы сделать это долгосрочным, мы должны были сделать так, чтобы это полюбили сотрудники не потому, что они работают в Adidas, а потому что они как люди выбрали вот такой подход к тому, чтобы делать этот мир лучше, и они получают от этого удовольствие. Завтра изменится стратегия Adidas, а не изменится их жизнь. Их подход к жизни, скорее всего, сохранится, и это тоже очень важно. То есть ты действительно как топ-менеджер, и мне кажется, всегда же вот эта история, когда ты достигаешь определенного психологического, то есть вот этот вот кризис 40 лет, то есть когда ты достигаешь определенного возраста 40+, ты уже, находясь на большой позиции, то есть деньги уже не являются основным мотиватором. Ну, можно, конечно, пытаться заработать все деньги мира, но, наверное, уже это значительно не меняет качество твоей жизни, потому что ты ее уже очень хорошо обеспечил. И в определенный момент так образовывается некая пустота, то есть многие ее испытывают, немногие в ней признаются, что они это испытывают, но я вас уверяю, испытывают много, потому что хочется уже что-то оставить. А какой твой след? Вспоминая пирамиду Маслоу, забираешься на вершину. Вспоминая пирамиду Маслоу в том числе. И ты начинаешь, тебе уже хочется что-то делать, и в том числе хорошее, и у тебя появляется вот этот энтузиазм. Вот это вот как раз неважно, какую стратегию потом выбирает глобальная компания, потому что это бизнес все-таки. То есть это компании делают бизнес, и, конечно, акционеры сидят и считают деньги. Это все очень важно. Я спрошу буквально о показателях, но пока бы я хотел для наших радиослушателей подвести микроиток. Итак, друзья, уважаемые директора, уважаемые собственники, руководители подразделений, даже вы в своем маленьком подразделении можете сделать так, чтобы люди ваши в результате заразились энтузиазмом. Четыре основных шага вы должны пройти в формировании корпоративной культуры, которая как следствие приведет к изменению эффективности вашей работы. Ответить себе на вопрос, зачем, кто мы, какие задачи, насколько серьезно мы это хотим делать, а самое главное, вы для себя, если вы станете инициатором этого, должны иметь желание это должно давать быть близко, вы должны понимать, что это потребует от вас времени и вы должны почувствовать, что это ваше составляющее. Вторым шагом будет являться то, что вы как руководитель должны вовлечь других руководителей для того, чтобы через передачу каскадированного поведения, поддерживая еще и декларации, люди поверили в то, что вы говорите серьезно. Третий шаг – это инфраструктура. Это значит инвестиции. Не только как бы вот бесплатные вещи, но еще и нужно инвестировать. Хотя вполне возможно, что на первом этапе можно обойтись и без каких-то дополнительных инвестиций писать людям письма, показывать им примеры, использовать те ресурсы, без увеличения численности, без серьезных каких-то дополнительных бюджетов, перераспределяя, возможно, бюджеты. Внутри, для того, чтобы люди должны почувствовать то, что вы им хотите сказать. И как раз через вот эти вот влечения они должны понять, что это является частью их профессионального смысла жизни. Конечно, и здесь и чары, и маркетологи должны работать в плаве, чтобы рождать вот этих амбассадоров. Не внешних, как говорится, 50% маркетинга потрачено впустую, да, зачем? Разворачиваем часть бюджета сюда и делаем своих работников своими амбассадорами. Если та идея, которую вы привлекаете, прививаете себе через людей, она выйдет за пределы компаний, так или иначе начнет вовлекать, будь то банк, телекоммуникационная компания, аптека, в конце концов, я не знаю, всё, что угодно. И, конечно, в результате мы получаем инструмент для вдохновения людей, для формирования у них внутривый энтузиазм, для того, чтобы они ещё больше любили свою работу. Я агрегированно рассказал, всё верно, мне кажется. Да, абсолютно. Вопрос. Так как мы, говорили о том, что это практические мероприятия, дайте, может быть, один-два инструмента, наиболее, как на ваш взгляд, успешных, для одного или двух каких-то мероприятий. Что конкретно сегодня, завтра должен сделать человек в течение года, руководитель, собственник, чтобы начать этот процесс? Что? Ну вот если первое, например, то есть я бы сказала открытый диалог. То есть это надо открыто, об этом нужно открыто разговаривать. То есть открыто слушать, открыто говорить, открыто реагировать на обратную связь и так далее. То есть должен состояться абсолютно откровенный разговор непосредственно с сотрудниками, с компанией целиком. То есть все должны, мы должны наконец-то вообще-то узнать, что люди думают, как они относятся, как они относятся к компании. То есть не то, что они, да, конечно, я уверена, что все измеряют кто-то индекс удовлетворенности, кто-то индекс рекомендаций, там, НПС, сотрудника и так далее. Но открытого, и вроде как это тоже такие попытки к открытому диалогу, но это отчасти открытый диалог, да, отчасти людей до сих пор боятся, что это не конфиденциально, я уверена, да, кто-то это ставит, То есть дать возможность, анонимно задать вопрос, или что? Ну да, ну я бы даже сказала, выйти уже из состояния анонимности, то есть начать с людьми разговаривать, да, и быть готовым к тому, что вы услышите то, что вы, в общем-то, вам не очень приятно, да, и это вот такой первый момент, да, и готовность выйти из зоны комфорта, да, потому что никакие изменения не произойдут, если мы не захотим выйти из зоны комфорта, если мы хотим достичь того, чего мы никогда не достигали, мы должны начать делать то, что мы никогда не делали, и мы, честно говорю, никогда не делали открытых диалогов, я знаю разные компании, в части я работала, да, там в части, я знаю, очень много коллег, все претендуют на то, что есть открытый диалог, но действительно, вообще, ну, вы уверены, что вам люди говорят правду, да, и для этого нужно быть открыты к этой правде, потому что люди будут говорить столько правды, сколько они будут чувствовать, доверие, вы сможете унести, обработать, да, и люди лучше нас, то есть люди больше нас понимают, больше нас видят. Подарите нам какой-нибудь реально рабочий инструмент, вот мне очень понравился, а с Кольгой, например, да, что это, вот как оно родилось? Ну, вот на самом деле, чтобы находиться в постоянном контакте, да, чтобы люди не с первых уст чувствовали. Что это за инструмент, во-первых? Это прям такая телеконференция, которую мы организовываем, раз в два месяца, туда подключаются, могут подключиться любые сотрудники, в частности, мы это делаем для розницы, потому что 10 тысяч сотрудников из 12 тысяч, они работают в рознице, у нас 900 магазинов, которые находятся в разных городах, в Украине, в Казахстане, в России, и, конечно же, возможность их увидеть, и вообще людям увидеть. А как они технически могут это сделать, с помощью смартфона? Они это прям делают через айфон, да, то есть они подключаются, некоторые собираются вместе, подключаются через телефон, некоторые индивидуально подключаются. Это какой-то аппликейшн мобильный? Это аппликейшн с нам айти, да, нам айти-подразделение это помогает делать, это, конечно, такая непростая история, то есть там подключается даже глобальная айти для подключения, централизованная функция, поэтому даже глобальная айти, адидаса большого, да, и они прям говорят, там, два, три, один, конференция началась, да, ну, то есть, и мы в течение 55 минут разговариваем, до этого мы собираем вопросы, но этого не достаточно. Это прямая линия президента, да? ну, 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 да, вот, поэтому с одной стороны мы собираем вопросы, да, с другой, и кластеризуем, чтобы начать дискуссию, а и в это же время аппликейшн позволяет задавать в онлайне разные вопросы, разные вопросы. Какой результат? Вот реально, что получаете в результате вот этого? Это же не просто поговорить ради поговорить. Конечно, в результате мы получаем следующее. Во-первых, мы подсказываем людям, какой, какой возможно следующий шаг они должны сделать для того, чтобы быть более успешными в своих магазинах. Например, мы сейчас активно работаем над повышением продуктивности, да, то есть то, что у нас называется продажи в час. То есть мы прошли через большую трансформацию, да, то есть сначала мы продавали много-много, но не обслуживали и не оказывали сервис. Потом в рамках культуры мы начали очень сильно людей учить к тому, чтобы они оказывали сервис, и они начали оказывать сервис, забывая про продажи. И стали забывать про продажи. И мы это заметили, мы посмотрели поведение сотрудников в магазине, понаблюдали за этим, и мы сразу делимся. И я им прям конкретно говорю, вот они им задают вопрос, Ольга, вот когда вы последний раз приходили в магазин, вот что вы замечаете сегодня? Какая эволюция нашего магазина? Как с вашей точки зрения мы работаем, и какие наши следующие шаги? Я в этом случае не могу сказать им бла-бла, бла-бла, то есть я им рассказываю. Знаете, что я замечаю? Вот смотрите, вот мы раньше вот что делали, а теперь мы очень круто начали консультировать, воодушевлять на спорт. Но мы забыли про продажи. А давайте попробуем интегрировать вот эту вот продажу теперь вот в эту экосхему нашего конструктивного взаимодействия с покупателем. И они начинают концептуально это видеть, да, потом я там встречаюсь с некоторыми директорами, и они мне говорят, вот как вы правильно отметили, у нас в голове нет понятия сделки, то есть завершения сделки. Очень хорошо, да, они услышали меня, у них это откликнулось. Почему откликнулось? Потому что я руку держу на пульсе того, что там происходит. Что я дальше делаю? Я понимаю, что я им должна в этом помочь. Я могу, потому что на этом не заканчивается мой великий уникальный вклад в развитие продаж в магазине. Я должна приложить все усилия, как директор по персоналу, чтобы понять, а как я им... Окей, они поняли, ага, феномен случился. У них произошел какой-то инсайт. Они поняли, что, боже, мы же сделку действительно растеряли, пока мы тут воодушевляли людей на спорт. И что, они возвращаются в магазин, они что, сразу начинают завершать сделкой? Но если бы все так было просто, мы все были в шикарных результатах. На Марс давно бы уже летали. И сегодня мы с вами не делились опытом, потому что у всех было бы замечательно все в компаниях. Нет, я начинаю выстраивать канал, так как я им буду это помогать. Как я им буду это помогать через портал? Как я им буду это помогать через видеоролики, лучшие практики, которые... Как я им буду это помогать через то, как там HRM и территориальные менеджеры, их руководители будут приходить и помогать им тренировать какие-то навыки, которых нет. То есть я начинаю создавать опять инфраструктуру. У меня в голове, как я им помогу, что я им дам, какие инструменты. Я им дам конкретные. Не абстрактные, а конкретные. И опять я буду мониторить. Это влияет, как у меня теперь НПС выглядит покупателя. Как у меня выглядит показатель продуктивности. Есть динамика, а у кого нет? Так, хорошо, а как я это сделаю? Так, им нужен отчет. Им нужно понимать быстро, какая продуктивность сотрудника магазина, например, директору магазина. Мы создаем отчет. Мы создали уникальный отчет, который показывает директору магазина, в каком состоянии, в какой продуктивности, в какое поведенческое, какое поведение, какая поведенческая модель и вообще модель работы отдельно взятого сотрудника. Они в онлайн видят, что вот у них Петя, он вот такую долю обуви делает, вот он такую долю текстиля делает, вот он такую долю аксессуаров продает, вот у него вот такое количество времени и работы с покупателем, вот у него такой, и так далее, и так далее, и так далее. И ты понимаешь так, а где у меня Петя, где у него не достает? А, он не понимает, как продавать через электронный магазин, потому что у нас сейчас в каждом магазине есть возможность иметь доступ, купить через электронный магазин. Мы таким образом расширяем ассортимент, потому что не весь товар будет в магазине. Вот я вижу, что у него есть сложности перехода от разговорок, например, как менеджер магазина, он видит, что у него есть вот эта сложность. Окей, он понимает, что Пете нужно развивать вот эти омни, то, что называется продажи. Значит, для этого я должна создать для него на портале курс видео, то есть Петя пойдет и посмотрит, как работает курс. Петя придет на мастерскую и отработает этот навык на мастерской очной. Пете я выделю лучшего по омни, потому что я вижу, а кто у меня лучший по этим продажам, он, возможно, будет куратором. То есть мы даем вот такой, например, инструмент. Этот инструмент я в книжке вычитала? Этот инструмент мне кто-то подсказал? Нет. Этот инструмент возник, потому что мы мониторим эту ситуацию каждый день. Почему? Потому что большие ожидания требуют большой поддержки. И вот у меня, как у вице-президента по персоналу, абсолютно такой настрой. Это моя идеология. Я должна помочь нашим сотрудникам делать качественную работу. Но вообще это для этого HR нужен. Для чего еще нужен? Супер. Я сегодня уже говорил о том, какие эмоции я испытываю, Ольга, в разговоре с вами. Я могу вам честно сказать, вот меня волнует вот следующий вопрос. Я живу в России, и вы живете в России. И мы хотим, чтобы наша страна действительно стала лучше. Отчасти, возможно, то, что происходит с нами, что вот эти санкции, которые введены против нас, заставляют нас искать внутреннего себя. Я абсолютно уверен, что создание корпоративной культуры, оно то же самое вот в компании, что создание корпоративной культуры в стране. Как, на ваш взгляд, приложить вот эти навыки, чтобы вот большинство наших компаний, большинство людей в своих компаниях, ведь что сделать надо для страны? Сделай что-нибудь для себя. Вы это делайте. Как расшарить это знание? Как делиться этим best practice? Как сделать так, чтобы компании задумались о том, что, рождая энтузиазм в людях, они делают благо для своей родины? Что нужно сделать, на ваш взгляд? Ну вот, мне кажется, что понять, а что ты хочешь сделать вообще сам, как человек, вот в чем твой вклад, в каков твой след? Ты-то что делаешь для улучшения мира? Попробовать это сделать в своей жизни, в своей компании, и зарядить людей, то количество, которое сегодня работает, они почувствуют другого себя, испытают действительно удовлетворение, обретут смысл, они поймут, зачем они приходят на работу, и таким образом, как мы говорим, Adidas, он больше, чем работодатель, то есть любая компания должна стать больше, чем работодателем, да, потому что мы действительно имеем возможность вывести людей на другой уровень осознанности, другого уровень восприятия действительности, и у нас огромный потенциал в людях, которые могут помогать стране, абсолютно точно, и этим надо воспользоваться, а для этого нужно немножко заглянуть, смотреть шире финансовых показателей. Два слова буквально в завершении нашей программы, как я и говорил, 45 минут пролетят очень быстро, чувствуете ли вы реальные результаты, материальные результаты вашей корпоративной культуры на деятельности компании? Абсолютно, да, то есть у нас значительно увеличился НПС покупателя, у нас огромное количество сегодня людей, которые занимаются спортом, принимают бренд, приходят в магазин и хотят заниматься с Adidas, хотят одеваться в Adidas в том числе. У нас в прошлом году, например, выполнили свои цели на 120% во многом, благодаря, это было, кстати, беспрецедентно, очень уникальная ситуация для Adidas, в один из самых кризисных годов мы показали результаты выше, чем на всей протяжении, за все протяжение фактически существования Adidas, не в абсолютном, понятно, показателя в относительно, то есть 120%, мы превозошли ожидания глобальной штаб-квартиры и глобальная штаб-квартира очень активно обратила на нас внимание. Изучение того, что вы делаете? Абсолютно, они сейчас посылают к нам, у нас уже в Adidas академии стали учиться глобальные сотрудники, вот там недавно приезжали из Китая, из Германии, из Амстердама, из Голландии, и наша программа «Меняй жизнь через спорт» становится частью глобальной программы развития персонала и внедрения вот этой стратегии «Меняй жизнь через спорт». И это вот то, что делаем мы, это способность... Ольга, скажите мне, пожалуйста, ваша энергия, ваша любовь к вашему делу, при всем, при том, с глубочайшим пониманием сути вопроса, что драйвит вас, в чем ваш секрет успеха? Получаю огромное удовольствие от того, что создаю. Я на самом деле очень люблю создавать что-то новое и получать реальные результаты. Делаю это со всей душой, не отношусь к работе формально, никогда не относилась. И меня больше беспокоят не показатели, а реальные результаты, которые потом приносят показатели, которыми мы гордимся. И на самом деле очень интересно, когда ты вот таким образом относишься к работе, то те показатели, которые ты получаешь, они тебя удивляют. То есть то, что делает моя команда, то, что делает сегодня «Адидас» в СНГ, удивляет самих людей, которые работают в «Адидасе», потому что мы такого не ожидали. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, сегодня утром у нас в гостях Ольга Дайновская, вице-президент по управлению персоналом «Адидас» России и страны СНГ. Я получил истинное удовольствие. Желаю вам огромных успехов. Надеюсь побывать у вас в гостях, чтобы познакомиться. Приходите, приходите, слушатели и зрители этой программы, приходите к нам, мы готовы, в наш дом спорта. Мы продолжим изучение эффективности управления людьми с разных аспектов, и я уверен, что мы приготовим еще для вас очень много сюрпризов. С вами был Роман Дусенко, бизнес-завтрак на радио «Медиаметрикс». До новых встреч по средам утром. Спасибо.